МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которого, мы считаем, исчез уже с международной арены. Они возвращались с войны летом и зимой 1945 года. Три моих дяди – Василий, Виктор и Павел. Еще трое и отец не вернулись. Вот они и были победителями. В этом нет и никогда не может быть сомнений. Но прожили они после войны очень и очень недолго. Дали знать о себе фронтовые раны и лишения. И вот прожили ли они свой краткий послевоенный срок, как победители? Чувствовали ли они себя ими? Нет, они себя победителями не чувствовали. А Василий был, к тому же, еще и после конфликта с работниками органов госбезопасности арестован. Они быстро нашли подходящий предлог. Он был связан с тем, что Василий вынужден был зарыть свой партийный билет летом 1942 года в обреченном Севастополе. И если Советский Союз победитель, то почему у нас так много секретов, связанных с историей Второй мировой войны? И почему мы так много и откровенно о ней врем? И вообще, мне кажется, что секреты, связанные с войной, прежде всего связаны с позором, а не только в Советском Союзе, но и в любой другой стране. Что, например, от нас скрывают секретные британские документы, связанные с прилетом Рудольфа Гесса в Британию в мае 1941 года? Какие предполагаемые шаги были сделаны Соединенными Штатами Америки для заключения сепаратного мира с гитлеровской Германией весной и летом 1942 года? Кстати, мы как-то очень быстро забыли о том, что сегодняшний оплод демократии в годы войны одновременно был и страной расизма, страной угнетения людей с черной кожей. И в этом чем-то был похож на гитлеровскую Германию. А сегодня живут ли наши русские ветераны жизнью достойной жизни победителей? Или же они превращены в побежденных? Может быть, проблему эту надо сформулировать так. Возможно ли, что народ в целом одержал победу, а каждый отдельно взятый человек этого народа стал побежденным? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин А.К.К. А ведь антигитлеровская коалиция вполне могла бы и не сложиться. К началу июня 1941 года в Союз Востока и Запада и страха перед Гитлером верил, пожалуй, один только Уинстон Черчилль. После разгрома Польши объединенными усилиями Германии и Советского Союза Великобритания попыталась в очередной раз договориться с Третьим Рейхом, заменив Гитлера, которому англичане уже не могли верить, на рейхсмаршала Германа Геринга. Английский премьер Чемберлин тогда после разгрома Польши заявил, я не думаю, что нужно вести беспощадную борьбу. Еще дальше создание антигитлеровской коалиции отодвинулось после нападения Советского Союза на Финляндию. СССР рассматривался на Западе как потенциальный враг номер один, и французское военно-политическое руководство всерьез рассматривало возможность авиационного удара по бакинским нефтепромыслам. Над районом Баку летал даже французский самолет-разведчик. И возможно ли было бы создание антигитлеровской коалиции после превентивного удара по бакинской нефти? Нападением на Финляндию Советский Союз нанес самому себе тяжелый удар. Дискредитированы были многие коммунистические партии, вынужденные в своих странах оправдывать действия Сталина. Но дальше всех видел тогда убежденный антикоммунист Черчилль, для которого существовал только один единственный путь к победе. Превращение Советской России в непримиримого врага нацистской Германии и возникновение Второго фронта на Востоке, превращенного яростью истребительной войны в первый, главный и решающий. Черчилль был, конечно, рад уступить нам все эти эпитеты, чтобы сохранить множество английских жизней. Когда задается вопрос о том, кто победил во Второй мировой войне, я со всей отчетливостью осознаю, что для меня лично этот вопрос никогда не станет риторическим. Существуют реальные критерии, позволяющие определить победителя в войне. И с этой точки зрения победитель очевиден – антигитлеровская коалиция. Нацистская Германия и ее союзники, которые на полном серьезе рассчитывали на тысячелетнее процветание рейха, были безоговорочно повержены, разгромлены странами антигитлеровской коалиции, союзниками, практически на всех театрах военных действий. И нужно сказать в этой связи следующее. Во Второй мировой войне победителем вышла антигитлеровская коалиция. В войне победил Советский Союз, который вынес на своих плечах всю основную тяжесть борьбы с противником и положивший на алтарь победы более 30 миллионов человеческих жизней. Это едва ли не половина всех жертв Второй мировой войны. В ряду победителей и Ленинград, который, невзирая на все ужасные неблагоприятные обстоятельства и жертвы, а в Ленинграде, как мы знаем, погибло более миллиона человек, тем не менее выстоял и не сдался врагу. Гражданское население переживало в этой войне тяжелейшие испытания. В период воздушной битвы за Англию британский солдат скорее мог бы получить сообщение о гибели матери или жены на британских островах, чем его мать или жена о гибели сына солдата. С другой стороны, потери в людях только одного немецкого города Гамбурга больше, чем жертвы среди населения английской митрополии. Если учесть и потери гражданского населения в Азии, в Китае, в Бирме, на Филиппинах, в Японии, то выяснится, что они фактически равны потерям на фронтах. При осознании этого невиданного для истории войн явления мысли невольно обращаются в сторону Соединенных Штатов Америки, которые хотя и воевали с декабря 1941 года на Тихом океане, а потом и в Африке, и в Европе, но на территории, у которых не упала ни одна авиабомба и ни один артиллерийский снаряд врага. Кто победил во Второй мировой войне? Ответ на этот вопрос казался на протяжении десятилетий в нашей стране до того очевидным, что сама постановка этого вопроса, казалось, должна была вызвать удивление. Один из героев Виктора Астафьева, наверное, самого лучшего романа о Великой Отечественной войне «Проклятые убиты», размышляет над этой грядущей победой такими словами. И когда закончится эта кровавая человеческая мясорубка, начнут раздавать ордена и медали, искать победителей, найдется ли у кого правды, размышлять всерьез о том, кто же одержал победу в этой нечеловеческой войне. Действительно, кто победил во Второй мировой войне? На первый взгляд, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Конечно, победили страны антигитлеровской коалиции. Причем в нашей стране до сих пор очень любят упирать на главную, руководящую, направляющую, ведущую роль Советского Союза. И в качестве аргумента приводят тот тезис о том, что, дескать, наша страна понесла самые большие человеческие жертвы, а значит, и главный вклад в победу внесли мы. Но не являются ли эти страшные, миллионные, до сих пор непосчитанные человеческие жертвы следствием не столько коварства, хитрости, мужества и умелого ведения войны со стороны нашего врага, сколько бездарности и антихристианской сущности, той социально-экономической системы, которая в нашей стране господствовала. И неужели не пришла нам пора искать ответы на эти вопросы, честные и горькие, как самоправда, ответы, которых мы боимся признаться сами себе. Для того, чтобы понять, кто и с какими результатами, потерями и приобретениями победил во Второй мировой войне, рассмотрим сначала цели, которые преследовали основные участники этого глобального противостояния. Германия Национальный подъем во главе с Гитлером, безусловно, был связан с унижением немцев, испытанным после Первой мировой войны. Масштаб унижения не соответствовал самоидентификации немцев по итогам войны. Войска Кайзеровской Германии в момент подписания перемирия 1918 года стояли во Франции, в Бельгии, на Украине и в Прибалтике, в Крыму и в области войска Донского. И многие немцы полагали, что их просто уговорили подписать капитуляцию. Кроме реванша, гитлеровский Третий рейх стремился захватить нефтяные источники на Ближнем Востоке или в Баку, восточное жизненное пространство и, конечно, воевал за распространение идей национал-социализма, среди устремлений которого стояло уничтожение еврейского населения в Европе, славянского на Востоке и построение мощного мононационального государства в центре континента. Может быть, это была последняя попытка подобного рода перед всеобщим смешением по Константину Леонтьеву. Великобритания. Ко Второй мировой войне была совершенно не готова. Надеялась на свою традиционную дипломатию, умело сталкивавшую потенциальных противников между собой. Поначалу вынуждена была обороняться. Английская руководство надеялось, что Гитлер займется прежде всего расширением своего жизненного пространства. Но, будучи неоднократно обмануты Гитлером и с приходом на первые роли Черчилля, англичане всерьез взялись за искоренение национал-социализма. Италия. Подогреваемый Гитлером Бенитто Муссолини возомнил себя последним римлянином, решив, что Средиземное море, как и во времена Римской империи, должно превратиться в сугубо итальянское озеро. Не располагая военным потенциалом, Италия под руководцем Дучи вступила в войну с очевидно завышенными представлениями о возможностях создания Итальянской империи, наследуя французские и английские колонии в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Советский Союз. В начале Второй мировой войны совместно с Германией разгромил Польшу, завоевал Прибалтику, попытался то же самое сделать в отношении Финляндии. Активно поддерживал Третий рейх в войне 1940 года против западных держав, надеясь на долгую упорную войну. Но после блестящей победы немцев во Франции военно-политическая руководство СССР с большим опозданием поняла, что просчиталось. Нападение Гитлера и методы истребления, которые практиковали нацисты, привели к ведению русским народом неизбежной, справедливой отечественной войны. Освободительный поход Красной Армии в Европу превратился не только в освобождение восточноевропейских стран от коричневой чумы, но и в безжалостное насаждение коммунистических режимов с массовыми устранениями любых претендентов на власть в Югославии, Болгарии, Польше, Румынии, Венгрии и Чехословакии. Япония Более других великих держав вынуждена была воевать, что никак не извиняет ее вероломство в Китае и в Пёрл-Харборе. Япония в результате экономического давления Соединенных Штатов и Великобритании была поставлена перед выбором или отказаться от имперских притязаний и признать англо-американские приоритеты на Тихом океане и Дальнем Востоке, или, оказавшись в экономической блокаде военными средствами добиться того развития, которое японскому руководству казалось естественным. В самом деле, почему на Филиппинах и в Индонезии интересы Соединенных Штатов должны стоять выше японских, не говоря уже о Китае и Корее? Соединенные Штаты Америки Громадно-экономический военный потенциал, накопленный в США после Великой Депрессии, требовал преодоления устаревшей доктрины изоляционизма и превращения в лидирующую мировую державу. Американцы на словах были убежденными противниками всяческих диктатур, монархий и империй, а фактически создавали свою собственную, не похожую на прошлые, империю второй половины 20 века, которую мы наблюдаем до сих пор, но очевидная агония которой, в силу ее всеобщности, станет следующим глобальным потрясением планеты Земля. Необходимо обратить внимание наших зрителей на связь двух мировых войн. Вторая мировая война была для России прямым продолжением Первой мировой. На полях сражений 1914-1918 годов началось разрушение могучего русского государства Российской империи, которая была побеждена не врагами внешними, а внутренними, которых активно поддерживали не только противники России по Первой мировой войне, но и ее союзники, особенно Соединенные Штаты Америки, которые стремились убрать с геополитической арены одного из своих конкурентов. Гражданская война подтвердила, что мировые державы с удовольствием взирают на раздел громадного российского пирога, активно поддерживая создание на территории бывшей Российской империи областных республик типа Донской, Кубанской, Уральской, Дальневосточной, Уфимской или Крымской и многих-многих других. Вторая мировая война и война холодная вплоть до 21 века подтвердили эту истину. Для многих мировых держав целью их политики является создание на территории России своеобразных Балкан. И в этом смысле приход Красной Армии в Берлин и разгром Квантунской Армии являются очевидной победой в деле сохранения нашей великой державы, несмотря на все потери, идеологию, напрасной жертвы и утраты. Долгая борьба между тупым интернационализмом коммунистов и здоровым национальным чувством народа, отмечал русский философ Иван Ильин, кажется, практически разрешилась в пользу последнего. Здесь лежит ключ к пониманию участия русских в войне. Это участие вытекает не из коммунистической идеологии, которая принижает людей, пытаясь превратить их в своем государстве в безвольные пронумерованные единицы, а из элементарных инстинктов народа. Главными действующими лицами войны и главными людьми, которые добились победы в этой войне, были простые солдаты, простые граждане. Отнюдь не винтики какого-то гигантского механизма, а истинные действующие лица истории. Такие, как, скажем, Николай Николаевич Никулин, известный российский искусствовед, профессор Академии художеств, долгое время являвшийся хранителем нидерландской живописи в государственном эрмитаже, а в годы войны простой солдат Волховского фронта, который честно выполнил свой долг перед Родиной. К числу победителей в войне, а для меня это вопрос, помимо всего прочего, еще и сугубо личный, я отношу своего покойного отца, который 18-летним юношей ушел на фронт и отвоевал всю войну, сражаясь в рядах морской пехоты, и был награжден многими боевыми орденами. В этом же ряду я вижу место и для моего дяди Коли Ильина, которого я никогда не знал, по той простой причине, что простым ленинградским пареньком, юношей он ушел на фронт, честно воевал и пропал без вести осенью 1943 года. И этот ряд, который для меня лично имеет, я бы сказал, такой вот личностный какой-то очевидный параметр, можно было бы продолжать бесконечно, поскольку в этом ряду миллионы и миллионы моих соотечественников, для которых две даты, 22 июня и 9 мая, заставляют болью отзываться в сердцах. Давайте теперь сравним итоги, которыми победители завершили Вторую мировую войну. Как мы убедимся, в слове «победитель» существует немало важных нюансов. Великобритания. При минимальных людских потерях, а в Англии очень боялись повторения миллионных утрат Первой мировой, перевод английской экономики на военные рельсы оказался для нее смертельным. Зависимость от Соединенных Штатов, утрата финансовой самостоятельности, потери империи и имперских традиций. План Зея-Лёва был для Гитлера неосуществим, но вместе с высадкой американских солдат на английской земле, использованием британских аэродромов стратегической авиации США в 1942 году, Великобритания сдалась на милость победителя. За годы войны Англия больше потеряла, чем приобрела. Франция. Несмотря на то, что довольно нахально объявила себя в числе победителей, чем несказанно удивила немецких генералов, в первые послевоенные годы испытывала те же трудности, что и большинство побежденных стран. Если бы не план маршала, могла бы скатиться к гражданской войне. Соединенные Штаты Америки. Бесспорные, если рассматривать по плодам, полученным с деревьев Марса и Меркурия, единоличный победитель во Второй мировой войне. При незначительных людских потерях за годы войны три раза увеличили объем промышленного производства. И после 1945 года, несмотря на демобилизацию около 10 миллионов солдат и офицеров, Америка сумела избежать депрессии, превратившись в абсолютного лидера высшего потребительского общества. США в конце концов добились так называемой моноимперскости, однополярного мира, явления очень редкого на Земле и, как правило, недолговечного. Советский Союз. Русский народ был главным двигателем борьбы против нацизма и ценой у громадных жертв уничтожил его. Но победу у русского народа украл собственный большевистский режим. Дорого заплатив за победу, что русские приобрели? Приобрели ли они хотя бы историческую перспективу благоприятного для себя развития? Конечно, нет. Стали ли они жить лучше? Очевидно, что нет. Русские понесли невосполнимые генетические потери, а на них после 1945 года был надет еще и хомут социалистического лагеря Восточной Европы. Голодающая страна в 1945-1947 годах отправляла составы с продовольствием в Польшу, Венгрию и Чехословакию, чтобы поддержать там иллюзию коммунистического благополучия. Среди торжествующих победителей по итогам Второй мировой войны мне бы хотелось назвать еще одного победителя, о котором очень редко вспоминают нынешние историки Российской Федерации или западные историки, анализируя итоги и уроки Второй мировой войны. Едва ли не главным победителем во Второй мировой войне, с моей точки зрения, оказалась сталинская партийная номенклатура Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков. Эта огромная иерархическая вертикаль власти, созданная с таким искусством и мастерством в начале 20-х годов Лениным и доведенная до абсолютного безупречного логического совершенства к концу 30-х годов Сталином, не только распространила свое влияние на страны Восточной Европы, не только в очередной раз сумела подменить интересы русского народа своими собственными интересами и убедить наш несчастный народ в том, что ее интересы и есть интересы народа. Она не только втянула и ввергла наш народ в 1939 году в эту страшную и бесчеловечную войну, но самое главное, она сохранила власть над нашим народом еще почти на полвека. И до сих пор на войну, ее итоги и последствия, и на то, что делала номенклатура с нашим народом, мы смотрим ее глазами, потому что, в общем-то, история Второй мировой войны – это история, написанная советской партийной и чекистской номенклатурой. Какой мог бы быть выход из того тяжелейшего положения, в котором находился Советский Союз после окончания Второй мировой войны? Принять предложение США и план маршала, план экономической помощи, но Сталин и его политбюро пойти на это, конечно, не могли. Это значило открыть границы, вступить в свободную конкуренцию, ослабить государственное регулирование и пойти на другие антисоциалистические меры. И показать миру, что мы такое на самом деле, какое рабовладельческое общество создано на одной шестой части планеты. Кстати, когда случилась катастрофа с пароходом Челюскин, американцы предлагали использовать свою полярную авиацию на Аляске, чтобы быстро вывезти людей с Альдины. Но оказалось, что рядом в лед вмерзла баржа с заключенными. И американцы, не дай бог, могли увидеть этот ледяной памятник советскому беззаконию. Сталин пошел привычным для него путем. Надо было заставить народ бесплатно трудиться или почти бесплатно. И отобрать у населения денежные вклады, которые люди заработали за годы войны, когда деньги платили обильные, а купить на них было нечего. Денежная реформа 1947 года показала населению Советского Союза всю бесправность и убедила в очередной раз, что у большевистской власти нет никаких обязательств перед народом. А как жил тогда народ-победитель, народ, спасший Европу от коричневой чумы. Процитируем письмо крестьянке Любови Бариновой, вдовы погибшего солдата. Цитата из книги Василия Петровича Попова «Крестьянство и государство». Приходит зима, а я и мои дети раздеты и разуты, и нет нам никакой помощи. Обложили меня налогами вравне с мужчиной. Где я возьму такую сумму, верно? Они обложили не меня, а моего мужа за то, что он положил свою голову, но остался в долгах у Родины. Мой муж МС Баринов лежит в сырой земле третий год от 26 июля, а на него подают налог. Меня так тревожит, когда его тело беспокоят извещением на налоги. Я же имею при себе двоих детей малолетних. Еще прошу вас, не покиньте моих сирот. Нам так теперь тяжело. У всех отцы домой идут, а нам своего отца не дождаться. Еще прошу вас, Совет Народных Комиссаров СССР, помогите нам в такой нужде, не в силах ли оплатить такую сумму налогов. А ведь и МС Баринов, погибший солдат, и его голодающая вдова Любовь Баринова, и их двое детей, были истинными победителями во Второй мировой войне. Но кажется мне, что они об этом так никогда и не узнали. Как же почувствовать себя победителем, если послевоенная жизнь стала и тяжелее, и бесправнее, и беспросветнее? По секретным данным НКВД, в первый послевоенный год в Советском Союзе в три раза увеличилось количество самоубийств по сравнению с 1940 годом. Субтитры создавал DimaTorzok